Азбестовцы приняли участие во всероссийской массовой гонке «Лыжня России», которая проходит в стране уже в 35-й раз. Для горожан этот день стал еще одним поводом провести время с семьей на природе и вдоволь покататься на лыжах. Белый, белый, белый снег, ветер за плечами. Белый, белый, белый снег, снится мне ночами. По традиции лыжная гонка проводилась в районе базы «Бодрость». В этот раз с погодой откровенно повезло. День выдался теплый и солнечный. Горожане пребывали на «Лыжню России» целыми семьями – с детьми и домашними питомцами. Я считаю, что то, что мы здесь, это лишний раз мы показываем и всему миру, и всей России, что уральцы в любой мороз, в любых условиях будут победителями в лыжах, в футболе, где угодно. Поэтому всех вас поздравляю с праздником. Огромное спасибо за то, что дети ваши здесь с нами. Это значит, у нас есть будущее, это значит, наши спортсмены были, есть и будут самыми лучшими. Ура, Азбеста, ура, России, ура нашим лыжникам! Первыми участниками гонки стали школьники. Они пробежали дистанцию еще до официального открытия праздника. Дмитрию Машкову, ученику 16-й школы, занять первое место помогла спортивная подготовка. Лыжным спортом он занимался в течение шести лет. В то же время, как признается школьник, цели непременно победить не было. Я к удовольствию просто обижал. Не было задачи побежать. А вот одна из самых юных участниц Лыжной России 2017, четырехлетняя Аня Шустова, которая рассказала, что получила свои лыжи в подарок от Деда Мороза, была настроена на победу. Я приехала на Россию России, и я проеду 300 метров. Я хочу снять первое место. Преимущество всероссийской лыжной гонки в том, что ее участниками могут быть и старый млад. В этом году первое место в возрастной группе 60 лет и старше занял Владимир Кузнецов. По счастливому совпадению, в этот день победитель лыжной гонки отмечал свой юбилей, поэтому получился двойной праздник. Свою победу Владимир приписал тому, что соперники в этот день участвовали в других гонках. В общем-то, видите, у нас разница в возрасте большая. Основные соперники уехали на кубковые областные гонки, на экспо. Если бы были все здесь, было, конечно, интереснее, было больше участников. Не только для победителей, но и для участников массового старта всероссийской гонки, где не определяют лидеров, традиционно предусмотрены поощрительные призы – сувенирная продукция с символикой «Лыжни России-2017». На масс-старте в два километра вручается первым 77 участникам «Шапочка» плюс магнит с символикой «Лыжня России», где бегут с изображением взрослых лыжников на Олимпиаде. Как подсчитали организаторы, на главный старт в этом году вышло ровно 500 человек. Отдельная дистанция была предусмотрена для малышей от 3 до 8 лет. Юным лыжникам вручались магниты с символикой «Лыжни России» и сладкие призы. Татьяна Мельникова, Андрей Осипов, Новости АТВ.